Дорогие братья и сестры Дорогая молодежь, приехавшая из разных мест Также все присутствующие в этом зале Мы рады всех приветствовать Миров и любовью Господа нашего Иисуса Христа И давайте все вместе воздадим Господу славу, честь и благодарение В самом 167-м В день судьбы и его покоя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие братья и сестры Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Диму Добро пожаловать в Диму Добро пожаловать в Диму Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Диму Добро пожаловать в Диму Добро пожаловать в Диму 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 субботу субботней школы и повторительный урок проведет на сентябре. Дорогие собратья, очень рад приветствовать вас сегодня в субботне с коринами. Господь по своей милости даровал нам еще одну субботу в прекрасную погоду. Я очень рад видеть вас, комиссар. Господь избрал нас из среди этого мира, среди 7 миллиардов людей. Как песчинка мы перед ним, но Господь нас любит. И Господь желает придать в жизни каждого из нас смысла. И уроки субботней школы, они как раз направлены на то, чтобы мы с вами могли изучением Слова Господнего обвести этот смысл. Я приглашаю вас открыть пособие уроков субботней школы на странице 22, чтобы мы повторили урок, который мы изучали прошлого суббота. Кто из молодежи желает назвать название этого урока? Какой урок вы изучали в прошлый суббот? Скоро, Настя, пожалуйста. Мы изучали урок Чик-Докий под названием «Кривица и его сыновья». Благодарность. А ведущий, Экс? Скоро, Настя, пожалуйста. Ну, первый отца в год у нас были сыновья же или были люди неводные, они не знали Господа. Благодарность. Библия по-разному говорит о людях, которые жили на задержании истории библейской. Есть муж по сердцу Божьему, есть другие названия, когда Господь ухвалит человека, а сыновья Ирия, Окни, и Вьес, Господь говорит, что они люди были неводные. Сегодня мы узнаем и сравним их жизнь, жизнь Самуила, и узнаем примеры и уроки из древней истории. Ирия не управляет своей семьей в согласии с Божьими правилами управления семьей. Откроем вопросы для повторения на странице 26 и будем участвовать активно в ответах на эти вопросы. Какой урок должна издышать молодежь нашего времени из примера Самуила? Казалось, что урок касается свидетелей Ирия, но здесь мы видим Самуила. Кто из детей может рассказать нам о Самуиле? Кто такой был Самуил? Пожалуйста. Пророк Божий. Пророк Божий. А кто еще он был? Судя. 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 А как он его читал, пророком? Да, не сказали. Пророк Божий. Ну, пожалуйста. Это ребенок, который был выпрошен у Господа. Его маму звали Анна, которая не имела деток, но она однажды пришла к Господу и сильно-сильно его умоляла. И Господь послал ей сына, которого она родила, и посвятила его Господу. Она отдала в Храм Божий на служение Господу. Благодарность. Это вот часть, которую сделала его мама. Она отдала его. Но какой же урок можем взять мы, молодежь, с примером жизни Самуила? Мы видим часть работы, которую совершила его мать. А какой шаг сделал сам Самуил? Пожалуйста, Олеся. Спасибо. Ну, только эти знания, которые ему мать делала в детстве, вот то первоначальное учение и все эти знания, которые были, он пролез до конца всей жизни, и не только на этом, он еще и посовершенствовал. И также он не отнесся к цартизму к своей жизни, он все-таки если его мать посвятила, он и до конца тоже себя посвятил Господу. И здесь я была единственной, и он не посвящал себе. Это потому, что они должны уметь и жертвовать собой. Благодарность. Сейчас приму, что молодежь справа. Ну, несмотря на то, что рядом не было уже родителей, была мама как бы вальтера, то, что он находился в незнакомой обстановке, рядом были чешие люди, он все равно себя был верным Богу, хранился в чистоте. И несмотря на то, что даже семья священника подавали плохой привлек, он не разный, например. Нет, он строго держался от жёлтости, которую он на нас ставил, потому что как он был научен, так он не делал себя. Благодарны. Савиды, пожалуйста. Но ещё Самуил, он выполнял такие незначительные дела, да, в помощи. И тем не менее, он против них очень верен в Бог, и Господь его вызвал. То есть, наверное, мало был враг Владимир. Но ещё хотелось бы сказать вот такие качества его характера, как уважение. Несмотря на то, что Самуил видел, что творится с сыновьями Илья, и он не говорил ему, что «Да вот что ты меня учишь, если он твои сыновья такие». У него было уважение. Несмотря на то, что вот всё обстояло плохо с семьёй Илья, но он уважал Илья как отца. Это одно из качеств. А произвели? У меня произвел один текст в этой истории. Анна сказала такие слова. «Я отдаю его Господу на все дни жизни, его служить Господу». Ну, почему-то Анна не сказала, вот до 18 лет, до совершеннолетия, да, я отдаю его Господу. А потом как сам решили. И вы знаете, Самуил, он когда вырос, он не воспротивился маминому выбору посвящению. И в этом огромный урок для нас, для молодёжи сегодня, что всё-таки уважать то родительское посвящение, которое они совершают. И если они отдали нас когда-то Господу, то мы должны так и продолжать служить Господу. Это огромный пример жизни Самуила. Благодарна. Действительно, Самуил, несмотря на то, что мать его отдала, мать его посвятила на служение Богу, но был и в его жизни решающий момент, когда он сказал себе лично и Богу, что он будет служить Ему. Он также посвятил свою жизнь Богу. Брат Александр? Хотя Самуил был не из колена племя, да, христианин. Он был из его племя. Но это такая характера, что он был не из колена, кроме него думает. Господь сделал ради таких людей, Он делает исключение. Он приглашает их к тому служению, которое будет людям из наших. И это всегда так было, это сегодня. Господь так же самое желает привлекать людей, смотря на их сердце, и ставить их такие листы, чтобы они послужили для славы и для жизни оплаты. Благодарю вас. Ну и идем дальше. Сейчас вопрос касается Ильи. Какую ошибку допустил Иль в воспитании своих сыновей? Мы видели пример Анны, да? Которые воспитала сына для Господа. Так же пример Илья, пожалуйста. Солиды. Ну здесь в примечании хорошо сказано, правда. Илья наплёк в небо Божий тем, что не порицал грех и не проявил страны белых и грехов. Он оказался неспособным сохранить государство Израиля. То, что он их отвечал мягко, потому что это в первую очередь. Но далее уже написано, что он их не отстранил от первого существа. Они были совершенны, но их не отстранили. А я не делал грех, но их не было. Благодарность. Стравимся. То есть странно. Первая проблема – это любовь и насыпает боль. То есть любовь без мудрого усмотрения. То есть нужно, где нужно пориться, где нужно полить, где нужно поддерживать, где нужно находиться. Это не было. Благодарность. Да, я хотела. Я хочу сказать, действительно, когда пророк пришёл отмечивый, он сказал, что ты предпочёл. Господь сказал, что ты предпочёл мне своих церквей. То есть вот это урок для родителей, чтобы мы Бога любили больше, даже, чем своих детей. Потому что обычно они любят своих детей и прощают им то, что нельзя прощать. У меня не болезают грехи, разрешают им, допустим, что-то. И потом это всё как сеется, и впоследствии пожинается уже непослушание, как вот Ильи потом. Он же осознал, но он был слишком мягкохарактером. Ильи занимал очень ответственный пост, и, наверное, ему было мало времени для воспитания своих детей. Но сказано, что, идя дорогой, ложась и вставая, то есть постоянно должно быть воспитание. Он где-то на каком-то этапе упустил этот момент, где получился пробел в воспитании. И он ещё позволил управлять собой. Дети управляли им, он этого даже не замечал. То есть были какие-то капризы. Мы это даже видим на примере наших детей. Когда ребёнок плачет, мы ему всё позволяем, потому что мы не хотим, чтобы... Ну вот он заплакал, и это было видно другим. И мы позволяем им, нашим детям, всё делать. Так же самое это была ошибка Ильи. То есть он в чём-то выступал им, и они это видели. Слабинку отца, он был как бы мягкий по характеру, и они этим воспользовались. Вот это как бы была очень большая ошибка. И чем это обернулось, мы видим уже в истории. Так, пожалуйста, сейчас. Ещё хочу допомнить, что Ильи так любил Самуила, что ни один отец Мили не любил так, как он любил Самуила. Потому что, когда к нему пришла старость и угрязнение совестью из-за воспутства его сыновей, ну, он страдал тем, что такие у него сыновья. И потому он свою любовь отдал Самуилу. Благодарность. Ну, про что это перейдём? И чтобы сказать ещё одно, что каждый из нас должен быть или является служителем Господня. И поэтому мы должны исполнять не волю свою, не приход свою, а ту волю, которую дал Господь. И если есть отклонение от этой воли, тогда это должно не приниматься, но повыцаться. Благодарность. Мы видим плачевные примеры и последствия, которые были от неспособности управлять своей семьёй в Илье. И эта любовь, как Вы говорили, это не есть любовь, потому что это не противоположность любви. Эта любовь привела к смерти сыновей, к смерти его самого. Мы сейчас представляем последствиями, которые привела вот такая вот, приводит подобная любовь. Как наше непоследовательное исповедание повлияет на окружающих нас людей? Если мы непоследовательны, то есть мы поступаем правильно, потом неправильно, или все знают, что мы верующие, а мы ведём себя как неверующие, как это влияет на тех людей, которые рядом с нами? Брат Александр, пожалуйста. Мир обычно, когда смотрит на христиан, он сравнивает себя с христианами. Они сравнивают свои дела. Ну, я такой плохой, там в христианстве люди хорошие. И они видят, если там люди могут обмануть или поступить как-то неправильно, они смотрят, что... Ну, как бы они чуть меньше обманывают, я могу чуть больше обманывать. Как бы... Ну, разницы нет уж, какая разница же. Они меряют нас с собой. И очень часто мы можем думать, что... Ну, в мире люди не знают о нас, мы можем так поступить. Нет, в мире очень часто случается, что люди знают о христианах намного больше, чем мы сами о себе знаем. Они изучают нашу жизнь. И чтобы потом в конце, так же, как они искали, в чём обвинить Христа, они ищут, в чём обвинять о нас. Поэтому мы не должны давать никакого повода миру, чтобы они что-то нашли в нас. Ну, да. Действительно, а теперь, Павлович? Говоря о... Это мне посоветовало исследовательного воспитания, и вот из поведания, где говорится обвини в жизни, которые вели эти люди. Будучи священниками, они ходили в священнических одеждах. Они совершали служение в храме. Так она заканчивала служба, куда они шли, чем они занимались. И это оказывало влияние на окружающих людей. Были это не могли не видеть. И потому, что прежде всего, люди были... Отращались к отслужения. Люди не хотели ни к отслужения. И влияние негативно оказывало окружающих на окружающих людей. Вот это да. То есть, чем хуже будем мы, тем хуже будут те люди, которые рядом с нами. Они смотрят на нас, брать сердечно. Может быть так, что мы в 9 случаях из 10 поступаем правильно, четко, как положено, как должны поступать христиане. Но один случай мы решаем все-таки, как может наше яму брать над нами вверх, и мы можем поступить так, как все поступают. И как раз этот случай обычно Бог так устраивает, чтобы увидели кто-то, увидел кто-то. И они говорят, о, они такие же, как и мы. Они поступают точно так же. А нам может быть обидно, но мы же обычно на них не так поступаем. Мы не такие, мы лучше. Не-не, мы видели, вы такие же, как и мы. И они правы получаются. Поэтому для нас важно вот этот уровень держать. То есть, если... Последовательность. Мы должны быть предсказуемы. То есть, постоянно так поступать, а не так вот. Тут здесь так, а здесь так. Здесь как все, а здесь как христиане. Благодарны. Будем всегда помнить о нашем влиянии, о наших поступках, когда мы находимся с другими, когда находимся перед Богом. И мы знаем о том, что были последствия такого поведения сыновей Илья, Илья, когда весь народ израильский, он был отвращен от святилища, когда другие народы плохо поступали перед Богом. И Господь наказал весь народ израильский. Какое действие использовал Бог для того, чтобы побудить весь народ раскаяться? Что сделал Господь? Как Господь будил его? Мы взяли ковчег и также стали продолжать этот бой. Но также и в этом бою они проиграли, и было поражение весьма милитами. И окни и пиние, сыновья Ильиева, священники, были кунди. Мы взяли ковчегу. Мы взяли ковчегу. Это правильно слово Бога, Бога, Господь. Потому что это вообще было бы не было. Да, вот тогда действительно и два священника, и сам они умерли. И ковчег, символ присутствия Господнего, был забран у народа израильского. Такое бедствие, когда Господь практически, можно сказать, покинул, оставил народ израильский. Он допустил, чтобы пробудить их, чтобы они могли задуматься о своем предстоянии перед Богом. Мы видим, каковы последствия, когда люди, которые представляют имя Господня, представляют самого Господа, стоят неверными. И следующий вопрос звучит так. Насколько осторожной должна быть Церковь, утверждая людей на служение? Это и соответственность каждого из нас, общины, утверждение тех людей, которые присутствуют при служении, которые представляют самого Господа. Насколько она должна быть ответственной? Брат Иван, пожалуйста. Вот эта вся история с Ильей, с Самуилом, она показывает о том, что у Господа есть, ну, как бы так сказать, вертикаль власти. И священник он должен был, или судья, и священник он должен был передать своим детям. Дети, соответственно, должны были передать народу, а народ окружающим народом. Вот эта цепочка, она была разрушена, Ильей не смог передать детям, потому что написано, они не знали Господа. Соответственно, они священники, которые не знали Господа, не могли познакомить народ с Господом, а народ уже, соответственно, не мог познакомить окружающих людей с Господом. То есть это очень важно, и поэтому в этом вопросе Господь уделяет большое внимание семье. И если человек не смог в своей семье правильно воспитать, правильно поставить вопросы религии, раскрыть характер Бога, то он не сможет послужить для Господа в церкви и раскрыть его характер. И церковь должна очень осторожно в этом вопросе, вот выбирая людей на служение, особенно большое внимание уделять тому, как он смог в своей семье поставить служение. И если в семье этого нет, то, соответственно, этого не будет в общине, тем более в миссионерстве, во всей церкви. Это только будет, как и в случае с Ильем, будет большим тормозом для работы Божьей, это будет поражением. И более того, если вот так провести параллели, то Израиль лишился ковчега, соответственно, лишился служения вообще как такового. Поэтому, если сегодня провести параллель, община может потерять служение, может и вся община быть разрушена, все служение быть разрушено. И Господь это может допустить, если мы неправильно будем выполнять Его работу. То есть, если не тех людей будем ставить на служение, не приезжих людей, которые не могут раскрыть характер Бога. То есть, эта история показывает, что точно так возможно сегодня. Благодарю. Прошу. В Священном Писании написан такой текст. Написано так, что не найдет туда ничего, но чистые, преданные мерзости и лжи. И вот здесь для нас стоит вопрос в том, когда избирается человек на служение, его отношение к мерзости, его отношение к лжи. Ведь это очень серьезный вопрос. Когда мы читаем Священное Писание, там написано, в чем заключается мерзость, в чем заключается ложь, в чем заключается неправильное проведение. И если служитель Господний, он служитель Господний, и поэтому он не должен наносить что-то свое, но только то, что написано в Священном Писании, то, что Господь предлагает для нашего исправления. И вот это будет рассказываться человеком в рамках исследований. Благодарность. Действительно, церковь должна быть очень осторожной в выборе служителей, представлений, служителей, потому что они представляют именно Господа. И пусть у каждого из нас запомнится в памяти пример Сануила, который был полностью посвящен служению Господу. Сначала своей матери, а потом и сам посвятил, сам себя Господу. Он был чистым, и Он утешил Илья в его преклонном возрасте. Пусть каждый из нас возьмет с него пример. И думаю, что в следующем уроке мы как раз увидим дальнейшую жизнь Сануила, увидим его поступки, увидим, насколько вот посвящение Господу влияет на дальнейшую жизнь каждого из нас. Пусть наше решение. Слава Господу за этот урок, за эти уроки и предосережения. Аминь. И уроки будут проходить по группам, будут работать четыре группы. Две молодежные группы будут, одна на улице, одна в маленьком домике. Вот. Две группы, одна здесь и в братстве. Пожалуйста, кто живет, проходите в другую. И также еще одно маленькое замечание. Пожалуйста, пожалуйста, подойдите в город, и вам и вам и вам и вам и вам и вам. Помогаете. Давайте мы с вами будем изучать пятый урок, кто нам скажет, как называется этот урок и его ведущий стих. Пожалуйста, кто нам скажет? Сестра Вика, пожалуйста. Этот урок называется «Самуил». И в зал здесь играет «Самуил обострение пророком Господним». Это не раз не трепает. Значит, основная мысль этого урока о ком? О Самуиле. О Самуиле. Да, что он был хорошо с ним пророком Господним. Да. И кто из вас помнит, что значит Самуил вот из прошлого урока? Что это значит? Килис. А? Выпрощенный у Бога. Выпрощенный. А кто его выпрощил? Его мама. Его мама. А пророк, судья, то есть, священник Ильи смотрел на нее, когда она молилась. Помните, что я говорил? Потому что она пьяна. Да, вытрезвись от вина твоего. Она просила Господа ребенка. Самуил был наделен Богом Израилевым тройной должностью. Какие из них три должности? Кто помнит первое? Судья. Судья. Вторая должность. Пророк. 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 Давайте коротко буквально отметим, что означало каждый из них. Что значит быть судьей в Израиле. Да, братья, Ну, разбивать вопрос, какие есть. Рассудить правильно. В свое время Соломон тоже рассудил правильно, да? И вот разные вопросы это народ, это как бы люди, у кого есть каждое, у каждого свое есть. И вот правильно рассудить, правильно поставить на место, направить путь человека в истинное русло. Вот это рассудить. А как вы думаете, эта работа емкая такая или мало этой работы такая? Рассуждать между людьми, мирить людей, разбираться? ответственно. Да, да, конечно. Написано, что он постоянно был где-то, постоянно ходил куда-то, разбирал их в доме, потом же он сидел в браме. И вторая должность, какая у него была Бог, это какая должность? Пророк. Какая должность? Пророк. А какая роль пророка была? Вот что он должен был делать как пророк? Передавать слово Господне, которое Господь передавал ему лично, он должен был его как относить народу. А как вы думаете, легко это передавать слово Божье людям? Вот Господь, мы с вами считаем Елену Вайт, и разные светества есть, да, и обличающие такие. И вот пророк должен сказать, подойти к человеку и сказать, брат, ты вот в том-то и в том-то вопросе ведешь себя недостойно. Легкое это дело, дорогие? Нет. Нелегкое. Еще третья должность, какая у него была? Священник. Священник. А что священник делал? Служил в храме. А еще, что делает священник? Самое важное. Да, он стоит между Богом и между народом. Вот это дело, которое совершал Самуил. И смотрите, между всем этим прочим он еще чем-то занимался. Он собирал группы богобоязненных, умных, прилежных, молодых людей. Они назывались санами пророков. То есть, плюс ко всему еще, он воспитывал новое поколение. Первый вопрос. Кто у нас будет отвечать на первый вопрос? Самуил призывает с реформацией. Ну, брат, крепкое плечо начинает с себя. С каким воззванием обратился Самуил к израильскому народу, когда тот перебывал в состоянии светскости и идолопоходности? Давайте мы договоримся не просто прочитать. Я не против того, что вы читали. Но, пожалуйста, выделите главную мысль. Вопрос спрашивает, с каким воззванием обросился Самуил? Пожалуйста, с каким? Остар цепь, да. Пожалуйста. Они были в порабощении с великимлянами. Господь говорит, будете до тех пор, пока не освободитесь от всяких идол. Каким был результат его воззвания? Каким был результат? Вот он взывал к народу, ходил, как брат Виталий говорил, ходил, ходил и проповедовал это людям. И каким был результат? Пожалуйста, здесь. Написано, «И удалили сыны Израилевы, валов и остарки стали служить иному Господу». И сказал Самуил, «Соберите всех израильтян в массиву, и опомолись о вас Господу». И собрались в массив и черпали воду и проливали пред Господом. И постились в тот день, говоря, согрешили мы пред Господом. И судил Самуил, сынов Израилевых, в массиве». Значит, они послушали Самуила, покаялись, искренне покаялись, спастились пред Господом, молились. И Бог, они услышали. многие поколения выросли в этом изолопоклонстве. И вот услышал проповедь Самуила, они оставили этих богов, этих изолов и стали служить Господу. И сделали огромное собрание. Вот заметьте, когда есть пробуждение, всегда народ израильский собирался. И вот что произошло, когда израильтяне собрались в массиве и услышали об этом филистимляне? Что произошло, брат Максим? Произошло испытание тех людей, которые там собрались. филистимляне услышали, что там собралось множество народу. И они пошли войной туда. И когда народ начал взывать Господь, ну это во втором, во второй части. Могу я тоже сказать? Ну, я прежде, чем перейдем, может, прежде, чем перейдем. Смотрите, не странно ли народ обращается к Богу, Господь должен их благословить, а что они получают, когда собрались в массиву? Испытания. Испытания. Перейдемляне пришли армией воевать, потому что, знаете, как скопление народа, и перейдемляне думают, ну, хотят они войной идти. И вот это вот испытание. Когда человек приближается к Богу, он обязательно должен перейти через какое-то испытание. Что произошло дальше? Таким образом, Господь помог своему народу в ответ на их искреннее покаяние. Да, действительно, было искреннее покаяние. Они не обратились в бегство, не начали как бы роптать. и, как по стихам сказано, они начали взывать Господу. Они просили Илья, чтобы он молился. Самуилов, прошу прощения. И Господь услышал их. И мы видим, какое избавление Он послал, что здесь примечание записано, что в святом безмолвии стояли израильтяне, трепещая страха и надежды, созерцая поражение врагов. То есть они просто видели исполнение ихних просьб, молений. А вы помните, как Господь поразил и исправлял? Как дал избавление Израилу? Силу меча. Громно. Как Господь дал? Гром прогремел от пилистемьянами, поражал их гром. И когда гром их поражал, то написано израильтяне шли и забивали их. То есть вот таким образом Господь дал избавление. Короткий итог, промежуточный итог этого раздела. Самуил призывает к реформации. Какой был отклик на этот призыв? Покаяние. А результат? Победа. Победа. Но вы знаете, дорогие, когда народ Божий идет на покаяние, идет на встречу Господу, это всегда вызывает противостояние врага. Сатана всегда пытается любое, любое движение к реформации, к преобразованию, к покаянию каким-то образом пресечь. Но если народ Божий верен Господу, тогда будет победа. Следующий раздел школы пророков. Каким образом израильтянам была представлена необходимость истинного воспитания? То есть, откуда они знали, как они знали, что надо правильно воспитывать своих детей? Что нам скажется об этом? Так, есть, семейные есть, и везут трое семейных, ловенького, да, все, все, а еще брат Леонидов. Ну, Сестровика, скажи, откуда они знали, как надо воспитывать детей? Ну, Господь им сказал, что это будут слова, которые заповедуют тебе в сердце твеном, и говорили, не передавая детям, и ловлям, то есть, не просто раз, один день в неделю прочитать что-то из Библии, а это в Христе в непосъемную жизнь. То есть, делать что-то с ребенком, с детьми, родителем, и заодно размышлять о Боге, о Сущем Христе, о Вечном. И для чего это все? Для того, чтобы восстановить тот образ, который был, когда Бог сотворил человека, и который грех разрушил. И Бог очень хочет, чтобы посредством плана спасения восстановить и царики Селесарства. Да, брат Виталий. Ну, и конкретно ответить на вопрос, откуда оно, что Господь оставил им через таких великих мужей, как Моисей, Иисус Навис. Это все хранилось в записях, да, вина Моисея уже записывалась, и оно хранилось в книге Закона, тогда они могли взять, почитать, вспомнить, и обратить. С какой целью Бог учредил школы пророка? Вот мы поговорили, какова роль воспитания, и сейчас, с какой целью Бог учредил школы пророка? К чему стремится Бог? Ну, пожалуйста, Лиза. Написано, ибо уста священника должны хранить ведение и закона и счет отместивого, потому что он вестник Господа Саворока. Ну, Бог учредил школы пророков, чтобы они возвещали истину. Ну, хорошо, а что это за школы пророков? Существуют ли школы пророков наши? В наше время по возможности существуют. А, студенты миссионерской школы, поднимите руки, кто здесь студенты есть? Миссионер, и ваня, да. Три, трое человек. Вот у нас есть студенты, пророки, скажем так. Может, они нам скажут, может, они нам скажут, ну, это образно сказано, может, они нам скажут, для какой цели вы учитесь в школе миссионерской, в пророческой школе? Пожалуйста, Лиза. Я не тебя скажу, я скажу, как там написано в патриарх в пророках. Все-таки скажешь, для какой цели ты учитесь? Ну, и затрону эту память. Хорошо. Ну, мы видим, что надлежащее воспитание было с самого детства у детей Израилева. Но, боже, когда некоторые юноши хотели знать какие-то пророчества или истины более глубже, были эти школы и устанавливали этих снов-пророков, которые, у них было два фактора, по которому их могли выбрать претендентами учителей, это они были благочестивы и ученые. Также некоторые были вообще не ученые, но с помощью того, что у них был Святой Дух, они тоже могли возможность преподавать там. А детей учили видеть Бога, и юноши, это уже кто-то там учился, видеть Бога в природе и в словах откровения. Откровение — это предуприношение, служение в святейших священников и слова пророков. Также их учили, как молиться. Подожди, ты немножко забегаешь наперед. Вопрос, я уточню вопрос. Цель, обучение. Узнать некоторые истинные и... И все? Ну, ты для себя узнаешь истинные или как? Ну, потом, чтобы стать не сильным. Хорошо. Более... Может, еще кто-то скажет. Давайте, я бы хотел, чтобы кто-то и студент. Кто-то и студент. Написано, что должны хранить видение. То есть, знание это сказало Лейса. О том, что знание должны изучать. Там они изучали закон Божий. И основная цель о том, чтобы эти школы, пророки способствовали тому, чтобы то влияние, которое они оказывают потом, когда разъезжаются по местам, оказывать хорошее влияние. То есть, сдерживать тот поток зла, который есть в мире, поток развращенности и учить других людей закону Божьему, своим примером жизни и так и проповедью, которые они там учились. Да. Чтобы препятствовать всеобщему разложению, не только в церкви, но и так же в мире. Пожалуйста. Давайте вспомним, в прошлом уроке говорилось, каким должен быть служитель. И как раз в этих школах пророков, я думаю, что готовить таких достойных людей, которые могли по страху Божьим потом послужить для народа. по страху Божьему, как истинно. Какие истины, что они исследовали в этих школах? Какие темы поднимались? Ну, уже немножко затронули? Да, немножко и забегали. Максим немножко, и Леси немножко. Может быть, из тех, которые еще не отвечали. Виля, может быть, Андрей, вот я вижу здесь еще кто есть. Не, ну, Лиля отвечает, поэтому я не отвечаю. Здесь часть, есть юка. Пожалуйста. Основные предметы или темы, которые там входили, это был Закон Божий, который Господь провозгласил на Синае и передал через Моисея. Это была история, история всего народа израильского, каким образом Господь их вел, какие чудеса творил. И они изучают историю, могли в дальнейшем понимать, что Господь их не оставляет, когда они к Нему приходят, что Господь наказывает, когда они отходят от Него. и так далее. И также музыка, это был также один из предметов, и поэзия. Вы не смотрите, что похоже, как у нас школа проходит, мы тоже изучаем закон, изучаем истории каждого народа. Ты расскажи, как? А то они же не присутствуют. Скажите, что вы изучаете. Может, мы тоже поймем. Может, они тоже захотят? Ну, изучаем различные темы, но я думаю, сейчас не стоит. Нет, нет, просто интересно. История? Ну, ты сравни. Ну, пожалуйста. Есть что-то похожее? Скажи, что мы изучаем? Ну, мы изучаем медицину. То есть, как... Самые... А ты основываешь, без деталей. Без деталей. Самые основные какие-то моменты, простые болезни, как из них выйти и причины возникновения болезней. Также музыку, то есть, как возникло пение, какое оно было в древней истории. Историю. Потом также, как вообще взялась наша церковь. Это первый апостольский перевод, когда уже пошло разделение, ссоры, я не жду по поводу таких принципиальных каких-то вопросов. А сейчас, если у нас будет сессия, то это уже будет о истории церкви, уже как бы адвентизм, реформация, более деталей будет. Вы знаете? В этой школе еще учили тому, что как должно молиться и как развивать веру и как понять то, что в ряду святой. То есть, такие вот, где написано, как молиться, особо такого нет. Мы как бы каждый, кто как хочет. Но там именно какие-то были, наверное, определенные пункты или какие-то там правила, по которым мы молимся или как развить веру. Я как бывший студент. А, пожалуйста. На этой сессии мы изучали, что такое семья и как это важно для нас. прежде всего. Почему? Потому что написано, что Господь даровал семью. Это как благословение, большое благословение. И как мы к этому должны относиться. И вот именно выбор спутника жизни. Это тоже очень важно, потому что от того, что вот какая твоя будет вторая половинка, от этого будет, зависит, будет ты счастливый или нет. И как сделать, потому что семья, это прежде всего, чтобы быть также помощью для второго человека, который находится рядом. Благодарность. Я как бывший студент хочу сказать, основную мысль, которую учили нас с Максимом, мы вместе учились на мессионерской школе. Помимо всего материала, истории, музыки, нас учили личным взаимоотношением с Богом. Потому что братья, которые приезжали, преподавали нам разные темы, они рассказывали, они рассказывали свои личные опыты, как они имели общение с Богом. и мы с вами переходим к следующему разделу. Господь открылась сестерей по руку нашего времени в том, что большее внимание родители должны обратить на воспитание первым. Потому что, как его они научат, уже второй, третий ребенок он будет брать пример с первого ребенка. И эту мысль можем прости, что так важно, чтобы мы были на своем месте, и вот эта лестница, и эта степень добра, они передавались, передавались, и было благостроение, как в Западе написано, не до третьего рода, а до тысячного рода, чтобы Господь мог благословлять нас. Вопрос В. Какая личность упоминается в Ветхом и Новом Царете, как мать, которая не смогла оказать положительный умирание на своей дочери рода? Я читаю, в Ветхе написано, что вспоминают уже много. То есть, ее пример есть самым отрицательным, наверное, для нас, как матерей, особенно. Она не смогла оставить тексты, и они захотели иметь жизнь в Садоне, они захотели тех мужей, язычников. И те дочери, которые даже вышли, и те не поступали так, как положено, так, как нужно было, как исход наставлял. И поэтому и она погибла, и ее дети так само погибли. Были наказаны уже и она, и ее... пожалуй, 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 чуть-чуть дальше историю. Смотрите, когда жена Лотного вышла, она вышла с Адонова, но она как-то сожалела, что, можно сказать, что она вышла, стала соленой с Адонова. А ее дочери продолжали путь, с отцом продолжали. Что дальше случилось с этим? Невоспитанные дети. Эти невоспитанные дети вышли из Содома. Они создали две, можно сказать, две народности, которые, написано, муазьичане, муазьичане, в которых война была между ними во всю жизнь. Чему привело это невоспитание, неправильное воспитание своей жизни? Не то, что неправильное, вообще, какое воспитание, но, написано такие слова, что жена была себелюбивой, неверующей женщиной. Неверующей. Хотя Лот любил Бога, он, как Абраам, свои дяди, они как-то научились, да, он научился, а жена была безборная женщина. И дальше написано, что она хотя и покинула Содома, и после Содома, Содома, там оставалась. Она не привыкла служить Богу, она не любила Бога, и так и научилась своих детей, своих дочерей, своих детей, так и они остались. Когда вышли, вот что случилось дальше. Это неправильное воспитание, почему она написала «настав юношек при начале пути, как-то было сказано, при начале и он не уклонится, когда и старится». А вот это фундамент воспитания у Жернолоповой не было, не было воспитания. Она себя любила, и так ее любим. Она любит и училась своих детей. Следующий вопрос, вопрос «В». Почему все, что у Ахана, включая его детей, было уничтожено вместе с ним? Подобный пример полегопоказ безбарно воспитания. Отрицательный момент. Пора просто. Это подобно, так были воспитаны его дети, так точно был воспитан и Ахан, и его дети. И поэтому они нарушили Божий закон. Они нарушили Божий завет, то, что было заглядно, не надо было трогать. Они нарушили Божью волю. И конечно были уничтожны все. И он, дети, все домочадцы, и все то, что у них было богатство, все пошло под землю. Это великая для Божия. И выполнять его требования. Не то, что я хочу золото, я хочу красивые костюмы, наряды. не придется себе подарить. До начальства охраны не были воспитаны и обучены власть, чтобы она не померила за полно силу. Родители охраны воспитывали сына таким образом, что он чувствовал себя свободным, не поминоваться слову Господа, а пресс этой внушенной охраны побудили его поступить со своими жизнями так, что они тоже спортили. И много этого человека, то есть отца, влияет на другого. И наказание, которое воздревали вместе, охраны все воровки доказали, что все они участвовали в беззаконии. они не жили согласно можем заполнить с этим миром, который единственный для нас. Действительно, чтобы не повторить этой истории нашей жизни, то эта история, этот вопрос учит нас воспитание, чтобы не то, что нам любить, особенно детям, которые формируют свой характер, их любопытство, их любовь, их катризы воспонялись то, что ему понравилось. Но нужно при вас ранних лет отличать священное от несвященного, чтобы эта грань всегда была у них, чтобы они могли видеть четкую линию, что можно, что нельзя, и это поможет быть им дальше успешным. Вопрос четвертый, для детей не требует царя. Какой повод ты представили для детей поддержку своего плана о том, чтобы народом провел царь. Такой был основной повод. Брат поэм. Чтобы выручить народу, это не праздник. И когда они просили царя, то написано, что царя, саму и лап, они также были неверны. Но здесь нужно сделать различие между семьей Илья, между семьей Архан и между семьей Саму Ива. Если в тех семьях пощадость действия детей неправильных, то написано, что Саму Ива не слаба, что его дети так поступают. Они были не облачены как уважаемые люди, возможно, по тем людям властям. они там служили и сам не знал всего. Если он это знал, он будет не справедлив. И потом Бог спрашивает человека за то, что он желает сознание. и написано как у прочих народов. Они всегда были независимы. У них был Господь, который вел их и руководил ими. Но при этом они смотрели как у прочих народов. Когда они отставали, брали и идолав из тех людей. И в данный момент они тоже захотели того, что было у тех людей. Это тоже одна причина почему они потребовали царя. Основная причина это то, что они хотели быть похожими. Но чтобы прикрыть свою греховность, потому что это было неодоприемно. Они ссылались в свои страны и такая проблема нам нужна царь. И под невинным таким лозунгом и таким предложением они открыли свою сучность, которая открывает то, что они всегда хотели подражать. И это к сожалению желание часто оно и у нас продолжается, оно появляется, что как-то Божье и истинное нас не так привлекает, как то большинство, которое нас окружает в этом мире. Вопрос Б. Да, сам вы помолились Господу по упражению народа. Что ответит Ему Господь? Пожалуйста. И не понравилось слово Се Сан-Милу, когда они сказали «Вам не заряд, что Он следил нас». И молился Сан-Мил Господь и сказал Господь Сан-Милу, послушать голоса народа голосов, что они говорят тебе. И не тебя они ответят, но я за Милу, что я не сказал Сан-Милу. Благодарю. То есть этого вопроса вынившку Господь сказал. Если вам кажется так лучше, то вы делаете свой выбор. Я позволяю вам. Господь сказал «Какая его воля?» А с человеком он был свободен. И он выбрал свой выбор. Что вопрос следующий? «Что ответил народ Самуилу не желая слушать увечевания Господа и как их ошибка была на их отношении с Богом?» Когда Господь говорил, что права царя такие будут, он будет так действовать, ваши самые лучшие задает, ваших молодых девушек и важные задает, они будут его услугами. И все те нехорошие перечисления, которые сделал Самуил от Господа. И народ все это услышал, но все же они в упрямстве думали, что они не желая слушать Господа, что они опять говорили? Что еще не решалось? Вопрос не сложный. Что сказали там? Народ сказал, как и раньше, что не согласны на него и дели с Богом на Днем и Царь. И Самуил сказал, что так и сделать, а так не все повлияло на это отношение с Богом. История, что история народа из Баевского, то видно то, что написано в отличие. И справка улыбок цари неизбежно хотели бы свое внимание от Бога и полагали в доме человеческую силу межленно обожать царя, верить народ, приехать верить за него от Бога. По истории мы видим, как много нечестивых царей обращали народ из Саида от Бога. И очень много было царей, что они несли пример и создавали людей от Бога. Но тогда они не знали они хотели кому-то очень народа. Так были последствия на выбор чтобы помогали Божьим человеку и веру в Бога. Много благополучия благодарны за это. Благодарны действительно. Вместо того, чтобы царь помогал, как они ожидали. Как бы думали, что как и на следящее время мы все свое счастье и свое благополучие даже наших местах, наши государства. Думаю, если был такой мудрый, был такой хороший управитель, президент, то все было хорошо. Но видим, что есть более высшая власть, от которой все зависит. Весь ход истории и все благогенствует. Это Господь. Как важно, чтобы мы избирали и не царей, и думали, что если Тот настанет или Нос, то наше счастье будет лучше. Но чтобы мы всегда надеялись и ухвали на Господа, что если мы будем угодно Господу, тогда Он поставит мудрого царя, и тогда Господь будет управлять и руководитель Он в древности в постоверстве руководил ходом истории событий народа. Пожалуйста. В третьем слове очень хорошо сказано, что Господь сказал через пророку, что Исрам не будет управлять царь, но ничего не говорило о том, что это на лучшую форму прошления для евреев или что это означает воля Божьей. Нет, это не сначала Бог не Бог. Бог разрешил народу поступать за своей волей, ибо Он отказался от руководства своего совета. Он говорит, что Бог дал им царя в обмеже своем. Бог не с большим удовольствием дал царя, потому что Он не хотел, Он знал, что сами люди так мудро управляют, как управляют во сих пор Господь, если они его поднимаются. И когда люди условно желают идти своим путем, не ищат вовремя Божьего, или же когда они сопротивляются его давно выразенной Божьей, то Он часто утверждает их желания, даже последующий борьбе опыт заставил их понять свое безумие и раскаяться в своем греке. И чувствуя свою зависимость от Бога, евреи всегда стремились быть к Ему. Как Его избранный народ, они должны быть стать благородными, возвышенными людьми, отвечающими тому высокому призначению, которому Он их призвал. Но избрав кого-либо в царе, они неизбежно отвратили свое внимание от Бога. Вот какая страшная ошибка, И больше полагали быть на человеческую силу, нежели на Божественную да? А беззаконные царя ввели на ладу грех и отдавили бы его от Бога. Так что достаточно ошибки что они делали то, что им хочется, как у всех народов. Разум народу было лучше, ведь кругом язык, кругом и долгоплодство, кругом опыте они подели свое безумие и раскаялись в грехе. И я в этом вижу, что Господь никогда не оставляет свой народ. Он всячески хочет, чтобы народ так поступать неправильно, но Господь допускает, чтобы потом мы осознали и пришли опять к Господу. И на этом примере мы должны научиться о том, что Господь желает только лучшего и никогда нас не оставляет. Пятый вопрос, их нет заполнения, говорит, народ требует монаха. Просто почему эти грехи поверят, что для них монаха будет наивысшей формой, наивысшей формой правления, чем заключалась подлинная фургмента? Почему народ поверит? Потому что эта форма правления действительно будет самой лучшей царя. Я считаю, что они несмотря на учевание Самуила, они все-таки сказали нет дай нам царя, потому что мы хотим быть как другие народы, чтобы царь пришел впереди нас, чтобы он нас судил, чтобы он воевал за нас. То есть они не хотели ничем отучаться от других народов. Они хотели быть такими как другие, чтобы на них не смотрели как на каких-то странных людей. И в чем заключалась подлинная проблема? Проблема была в том, что они отгибли за Бога. Они не хотели довериться Ему. Мы в Доконии читаем, что Господь носил данную как человек носит сына стоим. Но вы отвернулись, да? Но при этом вы не верили Господь в Бог в вашем написании. Это была истинная проблема. Они как читаем стримячане уклонились от поведения закону Божьему и они желали освободиться от своего Божественного правителя. И таким образом желание иметь царя стало общим требованием всего И благодатность. Ответ полный есть и корот при дополнении какие-то нос и право туда. И смотрите истинная причина почему народ израильский вышел из Елии. По той причине что Господь их вел землю которую Он пообещал им дать. Ну вот смотрите что они сказали тогда когда он явился лес. Я считал что Господь открыл сестре пророку нашего времени в том что большее внимание родители должны обратить на воспитание первым. Потому что как его они научат уже второй третий ребенок он будет брать пример с первого ребенка. эту мы можем прости что как важно чтобы мы были на своем месте и вот это лестница или это степень добра они передавались передавались и было благостроение как в Западе написано не до третьего рода а до тысячного рода чтобы Господь мог благословлять нас. Вопрос Г. Какая личность упоминается в ветхом ином виллите как мать которая не смогла оказать положительную мировую на своей дочери роду? мировую дочери написано что вспоминать уже молодую дочь то есть ее пример есть самый отрицательный для нас как матерей особенно она не смогла оставить текст своих дочерей они захотели дай иметь жизнь там в Садовне они захотели тех мужей язычников и те дочери которые даже вышли и все не поступали так как положено так как нужно было как исход наставлял и поэтому и она погибла и ее дети так само погибли были наказаны уже и она и ее и себя чуть-чуть дальше истории смотрите когда жена вышла она вышла по нам но она как-то сожалела что может даже что она вышла стала соленой и долговой а ее дочери продолжали путь с отцом продолжали что дальше случилось невоспитанные дети эти невоспитанные дети вышли из Садова они создали две народности которые были муалючане и муалючане которым война была между ними во всю жизнь чему привело неправильное воспитание своих детей не то что неправильное вообще как в этом там вот специально написано такие слова что жена была себя любви неверующей женщиной неверующей она хотя лот любил бога он как Абраам свои дяди они как-то научились да он научился а жена была безбожная женщина и дальше написано что она хотя и покинулась у дома а его сердце оставалась там там оставалась она не привыкла служить богу она не любила бога и так и научилась своих детей своих дочерей своих детей так и они остались когда вышли вот что случилось дальше это неправильное воспитание почему написано наставлен при начале пути его как-то было сказано при начале и он не уклонится когда и стал старец а вот это фундамент воспитания у жена локова не было не было воспитания она себя любила и так ее любила и училась своих детей следующий вопрос вопрос почему все что у хана включая его детей было уничтожено вместе с ним подобный пример показывает важность воспитания отрицательный пример это удобно вот что так были воспитаны его дети так то что был воспитан и охран и его дети и поэтому они нарушили Божий закон они нарушили этот Божий завет то что было заклядно не надо было трогать они нарушили Божью волю и конечно были уничтожны все и он дети его все домочатцы и все то что у них было богатство все пошло под землю это великое для нас урок что надо слушать Господа Бога и выполнять его требования не то что я хочу золото я хочу красивые костюмы наряды это не то так не придется до 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 ночата охраны не были воспитываны обучены садлась и посыган им велико меделах запомна глотит Родители Ахама воспитывали своего сына таким образом, что он чувствовал себя свободным, не повиноваться слову Господа, а при этом душевной Ахаме. Побудили его поступить со своими людьми так, что они тоже испортили. И мама этого человека, то есть отца, влияет на он другого. И наказание, которое мы воздрели вместе, Ахама и все его родители доказали, что все они участвовали в беззаконии. Они не жили в согласии с Божьим законам, с этим мирилом, который единственный для нас. Действительно, чтобы не повредить этой истории нашей жизни, то эта история, этот вопрос учит нас воспитание, чтобы не то, что нам любить, особенно детям, которые формируют свой характер, чтобы их любопытство, их любовь, их каплизы воспонялись то, что, как в Ахаме, например, то, что ему понравилось. Но нужно привязать с ранних лет, отличать священное от несвященного, чтобы эта грань всегда была у них, и чтобы они могли видеть четкую линию, что можно, что нельзя, и это поможет быть им дальше успешным. Вопрос четвертый. Израильтение требует царя. Какой повод ты представили израильтянию поддержку своего плана о том, чтобы народом управлял царь? Какой был основной повод? Брат Павел. Чтобы было покочить народу, это было не праздник. И когда они просили царя, то написано, что семья, Сануила, они также были неверны. Но здесь нужно сделать различие между семьей Илья, между семьей Хархан и между семьей Сануила. Если в тех семьях поощрялось действия детей неправильных, то написано, что Сануил не знал, что их дети так поступают. Они были назначены, как уважаемые люди, возможно, по тем у других властях. Они там служили. И Сануил не знал всего. Если он это знал, он был моментально спасен. И потом Бог спрашивает человека за то, что он делает Сознание. Здесь написано ещё, что «как у прочих народов». То есть они всегда были независимы. У них был Господь, Который вёл их и руководил ими. Но при этом они ещё смотрели «как у прочих народов». Когда они отставали, они брали идолавы из тех людей, от тех народов. И в данный момент они тоже захотели того, что было у тех людей. Это тоже одна причина, почему они потребовали Царя. Основная причина – это то, что они хотели быть похожими. Но чтобы приклеить свою греховность, потому что это было неодобряемо. Они ссылались в свои страны, они ходят, и такая проблема – нам нужен Царь. И под невинным вот таким лоссом и таким предложением они открыли свою сущность. Который открывает то, что они всегда хотели подражать. И это, к сожалению, желание часто, оно и у нас продолжается, оно появляется. Как-то Божье и истинное нас не так привлекает, как то большинство, которое нас окружает в этом мире. Вопрос Б. Когда Самуил помолился Господу о упрощении народа? Что ответил Ему Господь? Б. И молился Самуил Господу, и сказал Господь Самуил, Но слушай голоса народа во всём, что они говорят тебе. Ибо не тебя они ответили, но ответы не им, что я несал в том, что он не смеет. Благодарю, что из этого вопроса выниму, что Господь сказал. Если вам кажется так лучше, то вы делаете свой выбор. Я позволяю вам. Господь сказал, какая его воля, а с человеком, в его время, он был свободен. И он выбрал свой выбор. Что вопрос следующий. Что ответил народ Самуилу, не желая слушать увечевания Господа? И как их ошибка была на их отношении с Богом? Когда Господь говорил, что права царя какие будут, он будет так действовать. Он ваши самые лучшие заберёт, ваши молодые девушки и важные заберёт. Они будут его услугами. И все те нехорошие, как бы, перечисления, которые сделал Самуилу от Господа. И народ всё это услышал. Но всё же они в упрямстве своём, что они, не желая слушать Господа, что они опять говорили. Что ещё кончал? Попросы позже. Что сказали там? Что сказали там? Что сказали? Сестра Лена, вот что-то. Академия. Что ответил народ. Народ сказал очень раньше, что я не согласна. И на это делается, что он наденет царь. И Самуилу, как Господь сказал, что так и сделать. А как не хорошо повлияло мне отношение с Богом. История народа Исраевского, то видно то, что написано в отличание. И справка, говорим, от цари, они известно, неизвестно хотели бы своё внимание от Бога и полагали бы на человеческую силу, нежели на божественную. А беззаконие царя берет их народ, и их, как берет их за него от Бога. В этой истории мы видим, как много нечестивых царей обращали народ Исраида от Бога. И очень много было зла из-за царей, что они за их примером, родили людей от Бога. Но когда они это не знали, они хотели кого-то очень народа. И это были последствия на выбор. Наполагали с божественным человеком, и примером в них, и много зла благодарали за это. Благодарим. Между того, что царь помогал, как они обязали. Мы думали, что, как и на следующее время, мы всё, своё счастье и своё благополучие, даже наших местных, наших государств. Думаю, вот если бы был такой мудрый, был бы такой хороший управитель, президент, то всё бы было хорошо. Но видим, что есть более высшая, а вот если более высшая власть, от которой всё зависит. Весь ход истории и всё в благогенстве. Я говорю, Господь, как важно, чтобы мы избирали не царей, не думали, что вот если Тот настанет или иной, то наше счастье будет лучше. Но чтобы мы думали, чтобы мы всегда надеялись и ухвали на Господа, что если мы будем угодно Господу, тогда Он поставит мудрого царя, и тогда Господь будет управлять и руководить, как Он в древности поставил и руководил ходом истории событий народа. Пожалуйста. В третьем слове очень хорошо сказано, что Господь сказал через пророку, что Исрам не будет управлять царь, но ничего не говорило Скорту о том, что это моя лучшая форма прошления для Евгения, или что это означает воле Божьей. Нет, это не означало Бог его. Бог разрешил народу поступать за своей волей, ибо Он отказался от руководства своего Совета. Вот мы говорим, что Бог дал им царя в обмеже своем. Бог не с большим удовольствием дал царя, потому что Он не хотел, Он знал, что царь не будет так мудро управлять, как управлял во сих пор Господь, если они Бога не надо. И когда люди условно желают идти своим путем, не исчал в обмене Божьего, или же когда они сопротивляются Его явно выразенной Божьей, то Он часто утверждает их желания, даже по следующей борьбе опыт заставил их понять свое безумие и раскаяться в своем грехе. И чувствуя свою зубительность Бога, евреи всегда стремились бы к Ему. Как Его избранный народ, они должны были стать благородными, возвышенными людьми, отвечающими тому высокому призначению, которому Он их призвал. Но избрав кого-либо в царе, они неизбежно оплатили бы свое внимание от Бога. Вот какая страшная ошибка, да? И больше полагали бы на человеческую силу, нежели на Божественную, да? А беззаконные царя ввели бы на народу грех, и отдавили бы его от Бога. Так что это страшным суши, что они делали то, что им хочется, как у всех народов. Разве на народу было лучше? Ведь кругом язык, кругом и дал поклонку, кругом такие грехи творились, а же это не так, что это не так, что это народ. Избор, здесь очченский народ, а не так просто, что это некрасиво. Да, сестра уже прочитала, но Бог пропустил этот момент для того, чтобы они на своем опыте, на этом горьком опыте, они подняли свое безумие и раскаялись в грехе. И я в этом вижу, что Господь, Он никогда не оставляет свой народ. Он всячески хочет, чтобы народ, вот, ну, так, что народ хочет так поступать неправильно, но Господь допускает, чтобы потом мы осознали и пришли опять к Господу. Вот, и на этом примере мы должны научиться о том, что Господь желает только лучшего, и никогда нас не оставляет. Благодарю вас. Пятый вопрос, если нет заполнения, говорит, народ требует монарства. Просто почему народы верят, что для них монарх будет наивысшей формой правления, чем же заключалась подлинная фургмента? Почему народ поверит? Потому что эта форма правления действительно будет самой лучшей в России. Я считаю, что они, несмотря на учевание Самуила, они все-таки сказали, нет, дай нам царя, потому что мы хотим быть, как другие народы, чтобы царь пришел там впереди нас, чтобы он нас ходил, чтобы он воевал за нас. То есть, они не хотели ничем отличаться от других народов. Они хотели быть такими, как другие, чтобы на них не смотрели, как на каких-то штрафных людей. И в чем заключалась подлинная проблема? Подлинная проблема была в том, что они отлились от Бога. Они не хотели довериться им. Вот так, как мы в Березаконии читаем, что Господь носил данную карту, как человек, но с иценткой. Но вы отвернулись, да? Но при этом вы не верили просто в Богу вашему написанию. Это была искра проблема. Они, как читаем стримячане, уклонились от повердения законов Божьего, и они желали освободиться от своего божественного правителя. И таким образом желание иметь царя стало общим требованием всего Исрая. Благодарность. Ответ, думаю, полный. Есть рекорд предополнение, какие-то мотивы правы. Смотрите, истинная причина, почему народ израильский вышел из Ирии. По той причине, что Господь их ввел в землю, которую Он пообещал им дать. Ну вот смотрите, что они сказали тогда, когда говорили о царе. Будет нас, царь нас, и ходить пред нами, и вести воины наши. Господь сказал, «Вы идите, я впереди вас сделаю дробь». Они говорят, «Эхе, это уже наши войны, это не Господь не война, мы здесь вот сейчас разгоним всех и пойдем». Они отстали от Бога в сторону, и поэтому у них такие были мысли. Благодарность. Вопрос B. «Так народ передавал Самуила из свинами немедленно в качестве царя израильского еще до его царения». Мы видим, когда Самуил сказал, что Бог Господь их ждал царя. То есть там мы видим, что народ приветствовал его, доживет царь. Был царь Самуил. Да, да. Вопрос C. Почему некоторые из нас были недовольны выбором Сорова, особенно потому, что более на меня было одновесно и меньше? Почему не все были довольны? Есть мысли какие-то такого? А с моим проблемой их недовольство было в том, что каждая колена имела своего недостатка. Они своего хотели видеть, руководителя, царя. Но Божья воля, Божье поведение всегда идет перед них, и всегда оно выбирает лучшее, то, что человек может видеть. Поэтому изучая этот вопрос, в завершении, изучение этого вопроса, поднес нам мимо. Мы видели, что... Хорошо, пожалуйста. Колена Леонидовна была наименьшим коленом, а Кикс, отец Сону, он был тоже небольшим человеком в своем народе. И гордость человеческая, она так действует, что люди хотят видеть представительных, уважаемых, всеми почитаемых людей. И вот были такие колена, где прошли на Эфрема, Симеона, первенцам. И вот люди хотели, чтобы эти люди представляли все общество. Но Господь избрал самое наименьшее. Вот, чтобы гордость человеческая, последний гордость человеческая. Мы видим из этой ситуации, что люди, они были движены человеческими, человеческими цельными, планами, они хотели жить отдельно от Бога. И поэтому им было трудно восстыдить то, что Господь хотел сделать для них лично. Почему не я, кто-то другого? Это все. Это вам. Я хотел бы заметить еще такую деталь, которая здесь подмечается. Вставайте, вставайте. Когда скандинскому пакету сбывался на пустоту, он не хотел выставляться на вид. То есть он понимал, что он будет быть. Он, это не его. И когда он слышал уплёк свой адрес, он тянули в царство, но он не замечал этого. Это хорошее качество, которое почему-то можно здесь. И это было хорошее, но в целом не было. Когда ты не замечаешь, когда в твой адрес говорят какие-то слова, если ты знаешь, что это не правда, ты как бы не замечаешь это разрешение человеку. И на это не будет учиться. Из этого урока у Бога был план через Самуила, он его пытался осуществить. Две школы были, готовились люди для дальнейшего служения и так далее. Но этому плану дьявол помешал. Ведь проблемы были в Израиле. Они были разрозненные, на них часто нападали. Эти проблемы были. И они решили, раз у нас есть проблемы, нужно их как-то решить. Вот другие народы как-то решают, мы как бы решим так, как это. И вот вопреки Божьему плану, который он стал достойных людей, воспитывал хорошее новое поколение, оно как бы ушло на второй план. И люди поменяли этот план Божий, как бы, выпросили свой план. И Бог им позволил его взять. Ведь они могли сказать Самуилу, твои сыновья негодные, давай нового судью. А они сказали, давай нового царя. То есть здесь разница существует. Они могли бы нового судью, который был бы честный, справедливый и так далее. Они захотели нового царя, тем самым отвергли Бога. И вот как бы Бог имел план сделать свою работу, люди помешали. И очень часто сегодня тоже Бог имеет план сделать свою работу. Мы, видя, например, многие проблемы в нашей жизни, можем сделать вывод. А вот смотрите, как в демократических государствах, например, давайте в конференцию, в церковь, несём то же самое, например. И очень часто думаем, что так будет лучше. Вроде бы так свобода действия и так дальше. Но ведь было теократия, а стало на архиве. И в отношении вопрос такой небольшой и такой вопрос подъем тоже, что основное, что он запущит нас, чтобы мы руководствуем воспитанием, вопрос, что это первая часть воспитания, чтобы родители особенно, и те, которые будут очень будь, чтобы мы руководствуем из Божьих принципов и чтобы мы всегда имели Господа своим царём и видели воспитание только от Его воли. Пусть Богу будет вечная слава от них. Песня. 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 Он в небо Божьей ищет. Я хочу передать приветы из Антурати и сестер из Харьковского региона, из Харькова, Лисичанска, Стаханова. Примите привет. Община из Краснодара, всем сердечный привет. Благодарите. Привет из Германии, из нашей общины в городе Михайловске. Благодарите. Благодарите. И с Марком все так же всем огромный привет. Благодарите. Дорогие молодежи, дорогие братья и сестры, берите горячий сердечный привет из Закарпаттия, от молодежи, от всех собратьев. А так же в день отъезда я посетил нашего старого брата-служителя, брата Билыча. И он так же передавал огромный сердечный привет. Примите, пожалуйста, эти приветствия. Привет. Благодарите. Хочу передать сегодня привет с Белой Церкви, а так же от конференции и российской конференции, которая хотела вас встретить. Благодарим. 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 Я тоже хочу передать привет, братья и сестры. Благодарим. Так же Днепропетровская община передавала всем привет, Привет! Перейдите, пожалуйста. Молдова Кишинёв передаёт приветствие с севера, это в Рыжканах я до этого был. Также братья и сёстры передают привет. И также ещё передаю привет от молодёжного собрания, которое проходило чуть ранее. Был, конечно, от Йониса Радуку, который посещал нас, брат. От всех, давайте приветствуем. Также мы хотели передать приветствие от миссионерской школы, которая проходила в Сильнецах. Благодарим! Приветствие с юга Молдовы, от общины Камрадов. Благодарим! Ещё, пожалуйста, приветствуем. В 42-м день. В этом месте, миссионерский брат Ивана Анченко передал привет. Ну, с удовольствием. Я буду с удовольствием. Благодарим! В 23-м день. В 23-м день. В 23-м день. Хотелось бы поприветствовать на этом собрании наших дорогих гостей из Котовска, Одесской области. Ну и две недели от вас приветствую. От моей семьи вам привет передаю. От маленькой нашей общины мы стараемся собираться вместе. Видите, как получается помыли возможности с нашими детками. Ну, тогда будем передавать вам тоже привет. Спасибо большое. И от нас извините. Никого не пропустил? Я хочу, чтобы мы запомнили все, что привет, когда мы приедем в свои общины, от этого молодёжного собрания, от общины Белгороднестровска, повезите тёмный московый привет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова